Масштабы проекта поражают ещё при подлёте. Советно сегодня это уже полноценный город. И несмотря на то, что в эти дни здесь температура под минус 50 градусов, работа идёт полным ходом 24 часа в сутки. Сердце проекта буровое. Чтобы добывать газ в арктических условиях, здесь построили инновационную установку Арктика. Всего в Ямало-Ненецком округе находится почти 90% запасов российского газа. Чтобы выкачать всё хотя бы из ямальских месторождений, это лишь небольшая часть региона потребуется больше века. Перед отправкой за границу газ будут превращать в жидкость, сжимая его и охлаждая до минус 160 градусов. Для этого сейчас здесь строится современный завод по производству сжиженного природного газа. Он заработает уже через два года и вскоре будет производить столько же топлива, сколько потребляют Польша, Австрия, Эстония и Швеция, вместе взятые в год. Но с выходом на полную мощность здесь будут принимать и отправлять в три раза больше грузов, чем по Северному морскому пути доставляли в советское время. Неслучайно США пытались затормозить проекты, ввели санкции, ограничили для главного застройщика компании «Новотек» привлечение долгосрочных кредитов. Европейцы, наоборот, продолжают вкладывать деньги в проект. Добраться до Сабеты можно прямым рейсом из Москвы, в пути 3,5 часа. Благодаря тому, что на этой неделе здесь сдали в эксплуатацию аэродром, теперь сюда летают регулярные рейсы из Нового Уренгоя. В ближайшее время маршрутов станет больше. Еще 12 лет назад здесь не было ни души. Сейчас в Сабете уже 7 тысяч человек и будет как минимум в два раза больше. Это Николай Рублев, он из Самары, работает старшим диспетчером в местном аэропорту. Пришла с ночной смены, сейчас отдыхают, и вы меня разбудили. Вот наша комната, у нас здесь интернет. В местном магазине он пока один. Есть все, кроме алкоголя. В Сабете сухой закон. Если работника задержат в пьяном виде, компанию, в которой он работает, оштрафуют сначала на 100 тысяч рублей, а в случае повторных нарушений на 5 миллионов. В столовую питание три раза в день для рабочих возят на огромных КАМАЗах. Их здесь называют вахтовки. Для работы чаще всего используют шестиколесные вездеходы. Со всего же Союза понаехало к ранний север. Людям, которые вроде есть, на чем заработать, зарплату. Раньше геологи между нами вот так ездили, а сейчас мы между геологами ездим. Стратегическое значение проект в Сабете имеет не только для Ямала-Ненецкого региона, но и для всей России. В ближайшие годы сюда планируют провести железную дорогу, после чего Северный морской путь станет возможно использовать для экспорта любых российских товаров по всему миру.